Вычищается площадка и будет уже дальше выкладываться красивейшие картинки, которые сейчас мы вам покажем здесь, как это будет выглядеть уже на самом деле. То есть красота наступит уже скоро? Прям меньше месяца уже все увидим. А вот что увидим сегодня пока существует только на картинке. Цветомузыкальный фонтан на театральной площади еще в стадии строительства. Такой подарок городу действительно уникальный. В России подобный фонтан есть только в Петергофе. Не только воспроизводить музыку, но и дополнять ее танцем воды в нем позволяет специальная конструкция, где запланированы 8 контуров неповторимых водных фигур с подсветкой и регулировкой наклона струй. Фонтанный комплекс будет работать в пяти различных режимах под классические музыкальные произведения, эстрадные и детские композиции. Просто уникальнейшее на самом деле сооружение. Оно же не просто работает как фонтан, оно еще как обучающая программа, потому что проецирование на гладь фонтана изображений со звуком, оно как раз и позволяет детям проходить практическую программу, которая будет воспроизводиться здесь. На такое удовольствие ушло почти 100 миллионов рублей. Проект полностью оплатил крупный банк в рамках социального проекта. С инициативой подарить городу музыкальный фонтан выступила губернатор. Торжественное открытие планируют на 25 августа. К слову, за строительным процессом можно следить онлайн. На театральной площади есть веб-камера с видом на стройплощадку. Все работы подрядчик обещает завершить вовремя. Надеемся, что вся эта площадка, которая расположена рядом с одним из наших объектов, она будет еще одной точкой привлечения туристов, которые приезжают в Владимир. И, наконец, начнет сбываться наша общая с Андреем Александровичем мечта, которая заключается в том, чтобы Владимир был нетранзитным городом, чтобы Владимир становился городом хотя бы одной ночевки. Преображение театральной площади станет отправной точкой дальнейшей реконструкции центра города от Золотых ворот к Успенскому собору. А именно, планируется расширить тротуары. Сейчас этот проект на стадии подготовки. Но Андрей Шохин уже заверяет горожан. Автомобильное движение на Большой Московской закрывать не будут, а лишь снизят транспортные потоки. Октябрьский проспект соединят с Театральной площадью, чтобы машины уходили на Лыбецкую магистраль. 50 метров несоединенной дороги. Когда мы получим все согласования с Минкультом, дальше уже будут производиться дальнейшие действия. Но это действительно снизит нагрузку. И еще давнейший замысел Столетова, который разрабатывал концепцию города, увода транспорта от Золотых ворот именно на Октябрьский проспект. Но это перспектива будущего. Пока же Владимир готовится к своему празднику. И именно с открытия светомузыкального фонтана на Театральной площади 25 августа начнется празднование Дня города. Никита Каргаев, Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6 канал.